Благослови, Душа моя Господа, благослови Неси Господи. Во время Оно, стоявший Иоанн, и от ученик Его два, и узрев Иисуса грядущих глагола, сиагнец Божий, и слыша сто Его оба ученика глаголюще, и по Иисусе и доста, обряща же Иисус, и видев Я по себе идущих глагола има, часо ищета. Оно же реста ему, рави, ежеглаголица сказаемо учителю, где живеши, и глагола има, приидита и видита, приидоста же и видиста, где живяши, и у него прибыста день той, беже час, як и десятый. Беже Андрей, брат Симона, Петра, един от обою, слышавшая от Иоанна, и по нем шедшую. Обрети сей прежде брата своего Симона, и глагола ему, обретохам мессию, еже есть сказаемо Христос, и приведи его к Иисусу, возрев же нань Иисус рече, «Ты и си Симон, сын Ионин, ты наречешися Кифа, еже есть сказается Петр. Воутрии же восхоте, изыти в Галилею, и обретив Филиппа, и глагола ему, гряди по мне. Беже Филипп, отвив Саиды, от града Андреева и Петрова, обретив Филипп на Фанайла, и глагола ему. Его же писа Моисей в законе, и пророцы, обретохам Иисуса, сына Иосифова, и же от Назарета». И глагола ему на Фанайл, «От Назарета может ли что добро быть?» Глагола ему Филипп, «Приди и виждь». Види же Иисус на Фанайла, и грядущий к себе, и глагола о нем. Сева истину, израильтянин, в нем же льсти нет. Глагола ему на Фанайл, «Как о меня знаешь?» Отвещай Иисус и речей ему, «Прежде даже не возгласи тебе, Филипп, суща подсмаковницу видихтя». Отвещай на Фанайл, и глагола ему, «Рави, ты еси сын Божий, ты еси царь Израилев». Отвещай Иисус и речей ему, «За не рехти, яка видихтя подсмаковницу веруеши, больше сих узриши». И глагола ему, «Аминь, аминь» глаголю вам, «Отсели узрите небо отверста, и ангелы Божии восходящие и нисходящие над Сына Человеческого». Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Сегодня среда, 23 апреля. В этот светлый праздничный день церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Иоанна. Первая глава с 35 по 51 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот агнец Божий». Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидел их идущих, говорит им, «Что вам надо мной?» Они сказали ему, «Рави, что значит учитель, где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брат своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, то есть Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за мной». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанайла и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей, в законе и пророке Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанайл сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус увидел идущего к нему Нафанайла, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанайл говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанайл отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь большего сего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстием и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Такой евангельский отрывок в сегодняшний праздничный день, дорогие братья и сестры, слышим мы с вами. Это небольшое евангельское повествование о призвании первых учеников Христа. Это ученики Андрей, его брат Симон, Петр, Нафанайл и Филипп. Иоанн Креститель свидетельствует своим ученикам, по-видимому, здесь же присутствует и Иоанн Богослов, потому как он очень подробно описывает вот это призвание. Далее даже говорится о времени, сколько и когда был Господь в доме, сколько они были в доме Христа. Это указывает Иоанн Креститель на Христа и говорит о том, что вот Агнец Божий. И двое учеников пошли за Иисусом. По своей скромности они не сразу подходят к Нему и не сразу начинают спрашивать Его о чем-то, но идут вслед за Ним. Вот здесь Господь, обернувшись, спрашивает их, что вам надо. То есть этот вопрос вообще Христа, обращенный к Его ученикам, очень важен для нас с вами. Каждому из нас нужно ответить на вопрос, что нам надо от Христа, что нам надо вообще от нашей веры в Бога. Ведь и ученики, впоследствии мы с вами знаем, не совсем, не до конца понимали суть пришествия в мир Христово, суть Его проповеди. Они все до конца ждали того, что Он в конечном счете даст и им некие должности в Царстве здесь земном. И долго спорили между собой, кто же будет первым или вторым от Христа. И вот этот вопрос, что вам надо, он очень важен для нас. Что мы ждем вообще от Христа? Ждем ли мы для себя какого-то земного успеха в том, что мы обратились к Богу? Ожидаем каких-то почтей или все-таки наша цель нашей жизни обращена совершенно к другому? К тому, о чем говорит в Священном Писании, чтобы стать наследниками Царства Христова, участниками этого Царства, чтобы быть вместе со Христом. Это очень важный момент, и эти слова, они обращены к каждому из нас. Что вам надо, говорит Господь. Потому что и мы, как ученики Христовы, также некогда были призваны Христом. Мы стали частью Церкви, мы стали телом церковным, а Церковь буквально есть в собрании людей, услышавших призыв Божий. Вот этот призыв Божий мы услышали, но ответили мы ли на вопрос о том, что же нам надо? А если мы отвечаем, то насколько этот ответ действительно совпадает с тем, о чем говорит для нас Господь. Ученики говорят, учитель, равви. Что значит учитель, переводим, или Иоанн для нас, где живешь? То есть они хотели прийти в то место, где был Господь. То есть побеседовать и общаться с Ним. Они хотят именно этого. И вот, говорит им, пойдите и увидите. Этот ответ очень часто использовали равви для того, чтобы объяснить ученику, своему ученику или ученикам, или дать ответ на тот вопрос, который они ожидают. Пойдем со мной посмотрим и подумаем. Буквально можно было перевести этот ответ на наш язык. И здесь Господь тоже самое говорит. Пойдемте со мной и посмотрим, где живу я и то, что я хочу передать и сказать миру. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Вот здесь для нас очень ярко открывается личность апостола Андрея. Хотя вообще в самом Писании мы не так часто встречаемся с ним самим. Апостол Андрей, будучи одним из первых учеников Христа, всегда остается в тени своего брата. То есть Симона Петра, которого Господь называет потом Петром. И вот этот момент для нас очень важен и интересен. Чем? Тем, что мы не должны бояться, что называется, быть на втором месте. Вот мы с вами говорили об Иоанне Крестителе, который пришел ради того, чтобы свидетельствовать миру. И он понял, что в нужный момент он должен уйти на второй план. Об этом мы еще увидим и в дальнейших евангельских чтениях, которые совершаются на этой неделе. Но вот здесь и апостол Андрей. Он остается как бы всегда в тени своего брата. Апостола Петра знали все. Апостола Андрея знали так, что он был братом апостола Петра. И даже сам евангелист Иоанн повисует нам об этом. Хотя Андрей приводит Петра ко Христу. И вот здесь у апостола Андрея нет этой гордости. У него есть как раз таки вот эта миссионерская позиция. Чтобы не быть центром проповеди. Потому как когда мы встречаемся с Андреем, мы встречаемся с тем, что он как раз таки приводит ко Христу. Он приводит своего брата Симона. Далее мы видим в эпизоде насыщение пяти тысяч, когда он приводит ребенка ко Христу, у которого было пять хлебов и две рыбки. И Андрей приводит ко Христу Эллина. То есть вот его дело. Его дело свидетельствовать миру, но при этом не бояться быть на втором плане. Далее говорится об интересном призвании апостола Нафанайла, когда Филипп следует за Андреем и Петром и говорит своему другу Нафанайлу о том, что они нашли того, кого ожидают. Он из Назарета. И вот здесь Нафанайл действительно говорит, что что же доброго может быть из Назарета. Ведь в пользу Назарета в Священном Писании ничего не говорится о том, что тут должен прийти Мессия. Но Филипп тоже оказывается настоящим проповедником и миссионером. Хотя может быть даже не догадывается об этом. Он не говорит о том, не приводит какие-то сложные доводы и аргументы. Он говорит ему, пойдем, иди и посмотри сам. И здесь Нафанайл действительно следует за Филиппом. И Господь проникает и бьет самое сердце этого человека, который становится преданным апостолом. Он говорит о том, что действительно нет лукавцев в твоем сердце. И это было высокой похвалой. Эти слова мы знаем из Священного Писания, из Псалма Давидова. Блажен человек, которому нет лукавства. И вот здесь Нафанайл удивляется, почему же он заслуживает такой высокой похвалы и откуда он вообще знает его. Но Господь говорит, что прежде, даже чем тебя призвал Филипп, я видел тебя под смоковницей. Все, здесь сердце Нафанайла растаяло. Почему? Потому что он понял, что пред ним тот, кто читает, кто может читать его мысли и знает все сокровенное его сердце и души. Что было там под смоковницей, нам неизвестно. Но мы знаем, что там было что-то то, что связывало его с Богом. Что-то личное и интимное, о чем знал только Нафанайл и Бог. И вот об этом святительствует Господь. И это становится для него, конечно же, истинным свидетельством, на что он отвечает. Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Вот для нас этот пример апостола Нафанайла тоже остается всегда очень важным. Мы должны помнить, что Господь знает наши помышления, нашего сердца, все самое сокровенное. Что бы мы ни думали, ни хотели, ни желали. Все знает Господь. И в этом-то и проявляется вот эта глубина наших взаимоотношений с Богом. В том, что зная о том, о всех наших помышлениях, нашего сердца, Господь продолжает любить каждого из нас. Господь продолжает ждать и от нас, от каждого из нас, открытого сердца того, подобно тому, как это происходит с апостолом Нафанайла. Вот такой евангельский отрывок, дорогие братья и сестры, в сегодняшний праздничный день слышим мы с вами. Мы читали Евангелие от Иоанна, 1 главу, с 35 по 51 стих. Ну что же, я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч. Храни вас всех Господь. Субтитры подогнал «Симон»